Здравствуйте, ребятки! Меня зовут Василий. За кадром мне, как всегда, помогает Василий. Привет! Мы готовим коктейль для канала Един ТВ и сегодня мы готовим коктейль «Ирландская бомба». Ирландская автомобильная бомба кто-то еще называет, там «Ирландская катастрофа» есть, это тоже такая вариация, «Ирландская голубинная бомба». Но, в общем и целом, этот коктейль представляет из себя всем вам полюбившуюся глубинную бомбу или, грубо говоря, ёрш, когда маленькая стопка алкоголя крепкого кидается в большую стопку в виде пивного бокала. Сегодня у нас в роли пива выступает Гиннес, а вот и он, этот чудесный ирландский стаут. Строго говоря, стаут – это не пиво. Тут вообще, на самом деле, можно очень глубоко, очень глубоко уйти в суть всяких пивных метаморфоз в виде стаута, фэлей, там, как, что это делается, варится, откуда берется. Но мы постараемся ограничиться историей возникновения самого Гиннеса и такой краткой историей про этот божественный коктейль «Ирландская бомба». Это все было очень давно, более двухсот лет варится этот чудесный напиток. В свое время некий архиепископ себе в помощники взял Ричарда Гиннеса. Он помогал ему там что-то по хозяйству, как-то все дела. И у этого Ричарда был сын, которого звали Артур. Они, значит, вместе помогали этому архиепископу. Архиепископ вскоропостижно скончался и оставил в наследство вот этим своим друзьям по 100 фунтов. Ну, кстати, не такие маленькие деньги, то есть, привезти наше время, тем более. Значит, что сделал Артур? Он поехал в Дублин, потому что он хотел открыть пивоварню. Он поехал в Дублин, потому что там была сеть целых пивоварен, где можно было выбрать какую-то подходящую по качеству воды, потому что вода это все-таки такой очень важный ингредиент для пива. И, собственно, в Дублине он нашел эту пивоварню за 45 фунтов в год. Самое интересное, что, помимо этого, в контракте были прописаны условия аренды. Он взял ее в аренду на 9 тысяч лет. Овер 9 тысяч. Такой, да-да-да. И в 59 году начал варить там пиво. Чуть позже он перестал варить остальные сорта пива и сконцентрировался именно на темном портере, который считал, что у него был очень хорош. Это, кстати, такой очень смелый маркетинговый шаг. Отказаться от производства пива других сортов. Но, в принципе, он не прогадал, что там на 9 тысяч лет аренда. Нормально у него все. Умер в 803 году, но оставил у себя большое потомство. 21 отпрыск у него был. Выжило, по-моему, из них только 10. Из них трое продолжали дело. То есть он прям специально нарожал детей, чтобы они продолжали дело пиво варенье. Поэтому не кормил их, видимо, ничего себе. Ну, такие, кто выживет, как бы, поил их пивом только. По поводу кормил детей и поил пивом. У него на фабрике всем полагалось, там, что-то в день по бокалу или, ну, какая-то такая вот история. Но, если ты отказывался, тебе платили дополнительные, как бы, еще бонусы. И он вообще был, Гиннес, вот этот мужчина, одним из первых, кто стал оплачивать отпуска. То есть где-то рабство еще. Работаешь, пока не помрешь. Да, а у него вот очень, он даже если оставалась сдава, да, там, теряло мужа, кто работал на производстве, он даже им выплачивал какие-то там пени. Что касается ирландской бомбы, не во всех барах знают, что это такое. Не во всех барах любят, особенно, вот я бы не стал никогда там в Ирландии, допустим, заказывать, потому что говорят, что есть связь между этим коктейлем, названием этого коктейля и, собственно, так называемой Ира. Так как в баре тему религии и политики затрагивать не рекомендуется, то вот говорят, что не во всех барах даже вот, типа, наливают такое. Это как прийти, я не знаю, там, ягеря мне, там, ну, может, тоже не везде поймут. Что касается коктейля, берется маленькая стопочка вдобавок и смешивается Бейлис с виски. Естественно, это должен выйти ирландский виски. Естественно, мы возьмем джемисон. Ну вот, чуть-чуточку буквально и джемисончика сверху. Не обязательно, конечно, все класть слоями, все равно это все смешается. Для тех, кто любит засандалить все и сразу, кидаете и выпиваете залпом. Для тех, кто любит вкус пива Гиннес, рекомендуется подождать, пока все пеночка осядет и потихонечку его потягивает. Доктора советуют принимать Гиннес, повышая жизненный тонус. Вообще считается, что спинта Гиннеса содержит больше углеводов, чем стакан молока. Вот так вот. Поэтому Евграф. Да, шоколадный вкус этот от Бейлиса. Да вкусно, вкусно. Для тех, кто любит Гиннес особенно. Он как бы не портит. Ирландская глубинная бомба – это только Бейлис, без виски. Подписывайтесь на наши группы в ВКонтакте, в Ютьюбе, в Инстаграме, оставляйте комментарии, в Фейсбуках. Пишите, какие коктейли вам нравятся. Может быть, у нас получится их сделать в нашем уютном баре «Галактика». Лучшие коктейли и юмор за барной стойкой вы можете найти в сообществе Ассоциация Барменов во ВКонтакте, и туда тоже подписывайтесь. Счастливо, ребятки, не пейте с умом. Подписывайтесь на наши группы в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Инстаграме, на Тюрлих. Подписывайтесь. Ты же не пил. Да я не понимаю, в чем дело.